К вопросу о пролетариате и крестьянстве. Речь на 13-й губернской конференции Московской организации РКПБ, 27 января 1925 года. Примечание. 13-я губернская конференция Московской организации РКПБ происходила с 24 по 28 января 1925 года. На конференции присутствовало 1150 делегатов, представлявших 64 078 членов и 30 770 кандидатов партии. Конференция обсудила доклад ЦК РКПБ, отчет МК РКПБ и содоклад МК РЛКСМ, доклад о работе МКК, бюджет и хозяйственное положение Московской губернии, вопрос о работе в деревне и избрала руководящие органы. Иосиф Виссарионович Сталин выступил на конференции по вопросу о работе в деревне. Товарищи, я хотел сказать несколько слов об основах той политики, которую нынче взяла партия в отношении крестьянства. Особо важное значение вопроса о крестьянстве в данный момент не подлежит сомнению. Многие, даже увлекаясь, говорят, что наступила новая эра, эра крестьянства. Иные стали понимать лозунг «Лицом к деревне» как лозунг, говорящий о том, что надо повернуться спиной к городу. Некоторые договорились даже до политического НЭПа. Это, конечно, пустяки. Все это, конечно, увлечение. Если отвлечься, однако, от этих увлечений, то остается одно, а именно то, что вопрос о крестьянстве в данный момент, именно теперь, приобретает особо важное значение. Почему? Откуда это? Имеются к этому две причины. Я говорю об основных причинах. Первая причина того, что крестьянский вопрос возымел у нас в данный момент особенно важное значение, состоит в том, что из союзников советской власти, из всех имеющихся основных союзников пролетариата, а таких, по-моему, четыре, крестьянство является единственным союзником, который может теперь же оказать нашей революции прямую помощь. Речь идет о прямой помощи именно теперь, в данный момент. Все остальные союзники, имея за собой великое будущее и представляя величайший резерв нашей революции, все же, к сожалению, теперь прямой помощи нашей власти, нашему государству, оказать не в силах. Что это за союзники? Первый союзник, основной наш союзник, это пролетариат развитых стран. Передовой пролетариат, пролетариат Запада, это величайшая сила и это наиболее верный, наиболее важный союзник нашей революции и нашей власти. Но, к сожалению, положение дел таково, состояние революционного движения в развитых капиталистических странах таково, что пролетариат Запада прямую и решающую помощь теперь нам оказать не в состоянии. Мы имеем его косвенную, его моральную поддержку, цены которой нельзя даже назвать, которая неоценима, до того она важна, эта помощь. Но это все-таки не та прямая и непосредственная помощь, которая нам нужна теперь. Второй союзник, колонии, угнетенные народы в малоразвитых странах, угнетаемых странами более развитыми. Это, товарищи, величайший резерв нашей революции. Но он слишком медленно раскачивается. Он идет к нам на прямую помощь, но, видимо, не скоро придет. И именно поэтому он не в силах сейчас же дать нам прямую помощь в нашем социалистическом строительстве, в деле укрепления власти, в деле построения социалистической экономики. Есть у нас третий союзник, неуловимый, безличный, но в высшей степени важный. Это те конфликты и противоречия между капиталистическими странами, которые лица не имеют, но, безусловно, являются величайшей поддержкой нашей власти и нашей революции. Это может показаться странным, но это факт, товарищи. Если бы две основных коалиции капиталистических стран во время империалистической войны в 1917 году, если бы они не вели между собой смертельной борьбы, если бы они не вцепились друг другу в горло, не были заняты собой, не имея свободного времени заняться борьбой с советской властью, едва ли советская власть устояла бы тогда. Борьба, конфликты и войны между нашими врагами – это, повторяю, наш величайший союзник. Как обстоит дело с этим союзником? Дело обстоит так, что мировой капитал после войны, пережив несколько кризисов, стал оправляться. Это надо признать. Основные страны-победительницы – Англия и Америка – возымели теперь такую силу, что получили материальную возможность не только у себя дома поставить дело капитала более или менее сносно, но и влить кровь во Францию, Германию и другие капиталистические страны. Это с одной стороны. И эта сторона дела ведет к тому, что противоречия между капиталистическими странами развиваются пока что не тем усиленным темпом, каким они развивались непосредственно после войны. Это плюс для капитала, это минус для нас. Но этот процесс имеет и другую сторону, обратную сторону. Обратная же сторона состоит в том, что при всей относительной устойчивости, которую капитал пока что сумел создать, противоречия на другом конце взаимоотношений, противоречия между эксплуатирующими передовыми странами и эксплуатируемыми отставыми странами, колониями и зависимыми странами, начинают все больше обостряться и углубляться, угрожая сорвать работу капитала с нового, неожиданного конца. Кризис в Египте и Судане. Вы об этом должно быть читали в газетах. Затем целый ряд узлов противоречий в Китае, могущих рассорить нынешних союзников и взорвать мощь капитала. Новый ряд узлов противоречий в Северной Африке, где Испания проигрывает Марокко, к которому протягивает руку Франция, но которая она не сможет взять, потому что Англия не допустит контроля Франции над Гибралтаром. Все это такие факты, которые во многом напоминают предвоенный период и которые не могут не создавать угрозу для строительной работы международного капитала. Таковы плюсы и минусы в общем балансе развития противоречий. Но так как плюсы для капитала в этой области пока что преобладают над минусами, и так как ждать военных столкновений между капиталистами с сегодня на завтра не приходится, то ясно, что дело с нашим третьим союзником обстоит все еще не так, как этого хотелось бы нам. Остается четвертый союзник – крестьянство. Оно у нас под боком, мы с ним живем, вместе с ним строим новую жизнь, плохо ли, хорошо ли, но вместе с ним. Союзник этот, вы сами знаете, не очень крепкий. Крестьянство не такой надежный союзник, как пролетариат капиталистически развитых стран. Но он все же союзник, и из всех наличных союзников он единственный, который нам оказывает и может оказать прямую помощь теперь же, получая в обмен за это нашу помощь. Вот почему вопрос о крестьянстве именно в данный момент, когда ход развития революционных и всяких иных кризисов несколько замедлился, вопрос о крестьянстве приобретает особо важное значение. Такова первая причина особо важного значения крестьянского вопроса. Вторая причина того, что мы во главу угла нашей политики ставим в данный момент вопрос о крестьянстве, состоит в том, что наша промышленность, составляющая основу социализма и основу нашей власти, эта промышленность опирается на внутренний, на крестьянский рынок. Я не знаю, как будет обстоять дело, когда наша индустрия разовьется вовсю, когда мы с внутренним рынком справимся и когда перед нами станет вопрос о завоевании внешнего рынка. А этот вопрос станет перед нами в будущем, в этом можете не сомневаться. Едва ли в будущем мы получим возможность рассчитывать на то, чтобы отобрать у капитала, более опытного, чем мы, внешние рынки на Западе. Но что касается рынков на Востоке, отношения с которым у нас нельзя считать плохими, причем эти отношения будут улучшаться, то здесь мы будем иметь более благоприятные условия. Несомненно, что текстильная продукция, предметы обороны, машины и прочее будут теми основными продуктами, которыми мы будем снабжать Восток, конкурируя с капиталистами. Но это касается будущего нашей промышленности. Что касается настоящего, когда мы даже третью часть нашего крестьянского рынка не исчерпали, то теперь, в данный момент, у нас основным вопросом является вопрос о внутреннем рынке и прежде всего о крестьянском рынке. Именно потому, что в данный момент крестьянский рынок является основной базой нашей промышленности, именно потому мы, как власть и мы, как пролетариат, заинтересованы в том, чтобы всячески улучшать положение крестьянского хозяйства, улучшать материальное положение крестьянства, подымать покупательную силу крестьянства, улучшать взаимоотношения между пролетариатом и крестьянством, наладить ту смычку, о которой говорил Ленин, но которую мы все еще как следует не наладили. Вот откуда вытекает вторая причина того, что мы должны, как партия, выдвинуть в данный момент на первый план вопрос о крестьянстве, что мы должны проявить особую внимательность и особую заботливость в отношении крестьянства. Таковы предпосылки политики нашей партии по вопросу о крестьянстве. Вся беда товарищей в том, что многие из наших товарищей не понимают или не хотят понять всей важности этого вопроса. Часто говорят, в Москве наши лидеры взяли за моду говорить о крестьянстве. Это должно быть несерьезно. Это дипломатия. Москве нужно, чтобы эти речи говорились для внешнего мира. А мы можем продолжать старую политику. Так говорят одни. Другие говорят, что речи о крестьянстве – одни разговоры. Если бы москвичи сидели не в канцеляриях, а приехали на места, они бы увидели, что такое крестьянство и как налоги собираются. Такие речи приходится слышать. Я думаю, товарищи, что из всех опасностей, которые стоят перед нами, это непонимание нашими местными работниками, стоящей перед нами задачи, есть самая серьезная опасность. Одно из двух. Пусть не думают товарищи, что я кого-либо пугаю. Нет, товарищи, пугать нечего и нет смысла. Вопрос слишком серьезен, и к нему надо подойти так, как подобает серьезным людям. Приезжая в Москву, товарищи часто стараются показать товар лицом. Дескать, у нас в деревне все обстоит благополучно. От этого казенного благополучия иногда тошно становится. А между тем ясно, что благополучия нет и не может быть. Ясно, что есть недочеты, которые надо вскрывать, не боясь критики, и которые нужно устранять потом. А ведь вопрос стоит так. Либо мы, вся партия, дадим беспартийным крестьянам и рабочим критиковать себя, либо нас пойдут критиковать путем восстаний. Грузинское восстание – это была критика. Тамбовское восстание – тоже была критика. Восстание в Кронштадте – чем это не критика? Одно из двух. Либо мы откажемся от чиновничьего благополучия и чиновничьего подхода к делу, не будем бояться критики и дадим себя критиковать беспартийным рабочим и крестьянам, которые ведь испытывают на своей собственной спине результаты наших ошибок. Либо мы этого не сделаем, недовольство будет накапливаться, нарастать, и тогда пойдет критика путем восстаний. Самая большая опасность состоит теперь в том, что многие наши товарищи не понимают этой особенности положения в данный момент. Имеет ли этот вопрос, вопрос о крестьянстве, какую-либо связь с вопросом о троцкизме, с вопросом, который у вас здесь обсуждался? Несомненно, имеет. Что такое троцкизм? Троцкизм есть неверие в силы нашей революции, неверие в дело союза рабочих и крестьян, неверие в дело смычки. В чем наша основная задача теперь? В том, чтобы, говоря словами Ильича, Россию НЭПовскую превратить в Россию социалистическую. Можно ли осуществить эту задачу, не осуществляя смычки? Нет, нельзя. Можно ли провести смычку, союз рабочих и крестьян, не разгромив теорию неверия в этот союз, то есть теорию троцкизма? Нет, нельзя. Вывод ясен. Кто хочет выйти из НЭПа победителем, тот должен похоронить троцкизм как идейное течение. Перед революцией в октябре Ильич часто говорил, что из всех идейных противников наиболее опасными являются меньшевики, так как они стараются привить неверие в победу октября. Поэтому, говорил он, не разбив меньшевизма, нельзя добиться победы октября. Я думаю, что мы имеем некоторую аналогию между меньшевизмом тогда, в период октября, и троцкизмом теперь, в период НЭПа. Я думаю, что из всех идейных течений в коммунизме в данный момент, после победы октября, в настоящих условиях НЭПа, наиболее опасным нужно считать троцкизм, ибо он старается привить неверие в силы нашей революции, неверие в дело союза рабочих и крестьян, неверие в дело превращения России НЭПовской в Россию социалистическую. Поэтому, не разбив троцкизма, нельзя добиться победы в условиях НЭПа, нельзя добиться превращения нынешней России в Россию социалистическую. Такова связь между политикой партии в отношении крестьянства и троцкизмом. Правда. 24 номер.